Самые опасные с точки зрения краш места – это общественный транспорт, крупные магазины, торговые центры и ночные клубы. Одним словом, воры орудуют там, где можно легко затеряться в толпе. Кроме того, объектом внимания злоумышленников становятся пьяные люди. Мимо одиноко бредущего подвыпившего клерка вор никогда не пройдет. Чаще всего у тверичан пропадают мобильные телефоны, кошельки и сумки. Иногда злоумышленники идут на хитрость. Они смотрят, высматривают возле банков, видят дорогие машины, прокалывают колесо, если там находится один потерпевший. Мы как обычно делаем. Уехал, видит, колесо спустило. Салон мы не закрываем. Мы открываем задний багажник, начинаем искать инструмент. Дверь у вас открывается, имущество у вас забирается. Кражи из машин – один из самых распространенных видов преступлений. Косвенно виноваты сами граждане, отмечают в полиции. Беспечные тверичане оставляют в салонах автомобилей, телефоны и документы. Был случай один. Девушка в пакете везла там сумму определенную, это 500 тысяч, там на сделку. Оставила в машине на переднем сиденье. Буквально вышло там пять минут, там, не знаю, там сигарет что-то купить. Этого хватило просто. Две там не закрыло, все. Пакета нет. Прокалываются на этом и опытные люди. В конце апреля, к примеру, из джипа бывшего прокурора Тверской области и Подмосковья Александра Аникина неизвестные прямо в центре города украли планшет и дипломат с наградным пистолетом. К счастью, узнав, кого обворовали преступники, выбросили похищенное в соседнем дворе. Полицейский напоминает, чтобы не стать жертвой воров, достаточно быть просто внимательным и не оставлять личных вещей без присмотра. Как правило, уличными кражами занимаются наркоманы, ищущие легкой наживы. Сложные преступные схемы им не по плечу.